Ева Финнова Забота Лорда Тирана Глава 1. Оправдание Милая Элли, тебе туда нельзя. Верещал за моей спиной помощник-советника, когда я, не слушая никого, ворвалась в королевский кабинет для аудиенций. Подумаешь, какой-нибудь посол ангажировал моего любимейшего батюшку по очередному политическому вопросу. Брррр, даже думать об этом не хочется. Но каково было мое удивление при виде нашего гостя, высокого, стройного, массивного, когда я обратила на него внимание. «Элли?» озадаченно приподнял брови отец. «Ты не должна здесь быть!» «Да-да, я знаю!» Лучезарно улыбнулась ему, дабы сгладить возникшую неловкость. «Жаль, с моего места не было видно гостя целиком, однако даже так внушительность его фигуры угадывалась отчетливо. Стул на деревянных резных ножках, казалось, стонал под весом широкоплечего высокого громилы. Несмотря на это, я, не обращая на него внимания, прошла вперед и решила высказать свою мысль на ходу, пока меня не прогнали. Я буквально на минуточку. Мне нужно решить один немаловажный вопрос по поводу места для проведения празднества. «Я хочу занять хрустальную бальную залу, а Люц говорит, что это невозможно!» Упрямо уставилась на отца, чтобы дать ему понять, это дело принципа. Однако, как назло, реакция батюшки была не столь предсказуема, как мне бы того хотелось. «Элли!» — прошипел за моей спиной высокий худощавый блондин по имени Люций Доэ. «Ты должна дождаться ответа у себя в спальне. Не надо. Я сам ей обо всем расскажу». Папуля поднял усеянную перстнями полноватую руку и сделала знак моему преследователю покинуть комнату. «Что ж, Эллия!» Взмах, и его рука теперь уже качнулась в сторону нашего гостя. «Хочу тебе представить спасителя Артензи, великого героя Марамутского сражения, лорда Девяти Огней, Лестера Ун Стрикленда». Скрип обивки стула, и нашего гостя в комнате стало гораздо больше. Он словно навис надо мной, хоть и стоял в нескольких шагах ближе к столу. «Миледи!» Высокий, темноволосый и черноглазый великан протянул руку для приветствия. А я только сейчас вспомнила, что не надела перчатки. Слегка смутившись, я сделала над собой усилие и протянула руку для поцелуя. Стальным голосом, без тени нежности, он произнес «Эллия Лизабель Синклер, первая принцесса Артензи, любимая дочь Прокия Синклера, приятно познакомиться». «Вот про любимую дочь это сомнительно», добавила я, хитренько щурясь в сторону папеньки, когда губы ниточки спасителя Артензии слегка коснулись костяшек моих пальцев. «Ведь мне на двадцатилетие не могут позволить провести бал в хрустальной комнате». И снова неожиданность. Гость перехватил инициативу в разговоре, чем сильно мне помешал. «Боюсь, это невозможно. Я, пожалуй, сам расскажу». Отец тоже поднялся из королевского кресла, чем невольно привлек мое внимание. «Элли, доченька, познакомься со своим женихом». Эти слова прозвучали для меня как гром с ясного неба. Ведь я, Лизабель Синклер, известная на все королевство своим придирчивым отношением к выбору будущего супруга, неоднократно отказывала самым достойным мужам артензии только потому, что не хотела покидать родных и куда-то уезжать. Будь моя воля, прожила бы всю жизнь в замке рядом с младшенькими проказниками-братьями и нашими родителями. Поэтому выдумывала всевозможные небылицы каждый раз, едва в тронной зале, заходил разговор о моем замужестве. «Элла?» окликнул меня отец. А я только сейчас поняла, что чудом не свалилась в обморок, словно какая-то кокетка на балу. Но я-то всерьез чуть не потеряла сознание, а не ради того, чтобы мой кавалер подхватил меня под руки. Спаситель артензии в очередной раз спас королевство, только в этот раз от позора. Он удержал меня за талию и локоть стальным хватом. «Мне кажется, это была неудачная шутка», прошептала я заплетающимся языком. Посмотрела с надеждой на моего отца. Увы, меня встретил серьезный и напряженный взгляд. «Прошу меня простить, Лестер, я не подготовил дочь к подобным новостям». «Что?» изумилась я. «Король оправдывается? Ох!» «Нет, нет, папа, стойте, я...» «Это все духота, я в порядке. Можете меня отпустить?» Взяла себя в руки и встала ровно, запрокинув голову, чтобы наконец посмотреть в глаза своему якобы жениху. «Должно быть, у вас были веские причины поступить так», вырвалась у меня против воли, потому что представшая моему взору картина меня ничуть не радовала. Жесткий нрав явно читался в суровом взгляде худого лица, впрочем, нерешенного привлекательности. «Элия, отец!» Я снова сделала попытку освободиться из плена. «Мне нужно услышать должное оправдание вашему поступку, иначе я попросту отказываюсь верить в эту новость». «Что ж», — удрученно произнес король Артензии, «как ты уже знаешь, лорд Стрикленд выиграл для нас войну и сделал это не просто так». «Ах, вот как!» Я запоздала начала догадываться, что услышу далее. «Он поставил мне условие, что возьмет тебя в жены, и я дам на это свое согласие, если он выиграет войну против полчищ некролисков». «То есть моя цена полчища некролисков», — констатировала я со вздохом. Ничего не могла с собой поделать. Настроение мое портилось с ужасающей скоростью, и причина этого стояла прямо передо мной и упорно не хотела меня отпускать из стального захвата. «Да будет вам известно, зло, — ответил гость, — что на поле брани полегли сотни моих людей. Они были чьими-то сыновьями, любимыми мужьями, любящими отцами, и теперь их нет. На моих плечах висит ответственность за это решение, поэтому будьте благодарны тому, что можете по-прежнему рядиться в платье и жить беззаботно, не зная горечи утраты». При мысли о том, насколько эгоистично я себя повела, на глаза навернулись слезы. «Ох, перестаньте себя жалеть!» вспылил этот хам, однако тотчас смягчился и тихо произнес. «Я устрою вам гардеробную не хуже, чем здесь. Позову самых лучших модисток со всех девяти огней, а для чаепития и балов можете выбрать любую комнату Клаверенс-холла. Но мне не договорить я не успела. Не обсуждается, Элли!» строго оборвал меня отец. «Лорд Стрикленд завтра отбывает в Клавер и берет тебя с собой. Свадьба состоится по прибытии. Все бумаги уже подписаны. Даю вам мое благословение». Мне только и оставалось изумленно открывать и закрывать рот, а заодно переводить взгляд с одного на другого. «Прости, дочь, я пытался тебе рассказать, однако ты все время отшучивалась и переводила тему, поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как воспользоваться возможностью вашего личного знакомства». «Из хорошего. Лорд Стрикленд наконец-то отпустил меня и сделал шаг назад. Из плохого его осуждающий строгий взгляд ранил не хуже матушкиных упреков. Одному Роузмиту благосиятельному известно, как я сумела взять себя в руки и вновь вспомнить о манерах. Сделав реверанс будущему супругу, видеть которого мне сейчас хотелось меньше всего на свете, развернулась и гордо устремилась к двери. Вот только окрик отца меня остановил, «И давай, пожалуйста, без глупостей, иначе я запрещу тебе взять с собой Глорию и прочие приятные мелочи, которым ты так привязалась». «Но, папа...» обида жгла изнутри. «Я лишь хотела поделиться новостями с мамой. Я не собиралась убегать. Как вы могли об этом подумать?» Отец стыдливо отвел взгляд и постучал пальцем по бежевому свитку, запечатанному красным сургучом. «Я лишь предположил, что ты можешь сделать нечто подобное. Прости, дочь, я черствею от старости, годы берут свое. Впрочем, тебе пока рано думать об этом». Тихонько вздохнув, я кивнула и, наконец, выплыла из комнаты под удивленные взгляды слуг, советников и стражи. «Как жаль, что здесь сейчас собралось целое столпотворение, потому что мне вдруг захотелось побыть одной». Жгучее желание убежать подальше действительно всколыхнулось в груди. Вот только дать волю чувствам я не могла. Уже не могла. И, похоже, теперь так будет всегда, судя по тому, кому предначертана судьбой стать моим благоверным. Или это злой рок? Дурной умысел? Пожала плечами и отложила подобные мысли на потом. «Быть может, всё не так плохо, как кажется на первый взгляд. Быть может, мы с ним ещё поладим. Возможно. Но для начала завести бы хоть дружеские отношения». Кстати, о дружбе. Батюшка упомянул в разговоре, что я могу взять с собой Глорию, мамину Фрейлину, мою дорогую подругу. Но согласится ли она? Или ей, как и мне, не оставят выбора? Эти и многие другие вопросы мучили меня, когда я медленно брела по длинным светлым коридорам, пытаясь представить свою будущую жизнь за пределами родных стен любимейшего замка Ассалея Артензии Третьей, королевы-матери наших земель. Увы, нерадостные перспективы не добавляли уверенности в завтрашнем дне, а мысли были одна мрачнее другой. Глава вторая. Дружба на века. Прохладный морозный ветерок гулял по дорого обставленной комнате, увешанной картинами и шифоновыми занавесками цвета бронзы. Яркий красный ковер был выткан искусными мастерами и украшен замысловатым золотистым узором, а бархатная обивка мягкой мебели переливалась под светом множества свечей в торшерах, светильниках и даже люстре, свисающей с потолка на добрых три фута вниз. Молодой поджарый мужчина со светлыми длинными волосами в расстегнутой рубашке и плотных черных штанах вальяжно выседал на стуле, попирая локтем стол и знывал от скуки. Резкий стук, хлопок и щелчки щеколды входной двери заставили его вздрогнуть. Однако оборачиваться он не стал, продолжил разглядывать грани хрустального графина ныне наполовину пустого. «Ты вернулся?» Блондин лениво растягивал слова. Стакан в его руке слегка покачнулся, несколько капель терпкой жидкости пролились на отполированную поверхность стола. «Почему так долго?» «Я уже заждался». Выслушивал истерику будущей жены, раздраженно бросил лорд Стрикленд. «И вообще, почему мне никто не сказал, что всеми любимая сияющая звезда Артензии такая пустоголовая кокетка?» «Куда смотрели наши разведчики?» «Бал ей подавай в хрустальной комнате». «А что ты хотел?» «Женщины?» «Бесхитростные существа?» Философски заметил Бодрик, оруженосец лорда Стрикленда, хозяина Клавера, одного из крупнейших городов Девяти Огней. «Тем более ты выбрал леди», — он сделал акцент на последнем слове, «а у таких головушки забиты платьями, прическами, балами и прочей женской чепухой». «Вот поэтому ты до сих пор один», — со вздохом произнес Лестер. «Но что за сквозняки? Ты не у себя дома». «Да тут такая духота! Как они вообще терпят эту жару?» «На улице недавно выпал снег», — недоуменно произнес лорд Стрикленд. «Или ты решил слечь с воспалением легких, дабы и дальше отлынивать от обязанностей оруженосца?» Он поспешил подойти к распахнутому Насте шакну, чтобы его закрыть. Тихий скрип, и морозный сквозняк перестал гулять по комнате. На секунду в гостевых апартаментах воцарилась звенящая тишина. «Ой, вот только не надо заводить эти старые занудные разговоры о чести и долге». Бодрик хитро улыбнулся и оцелютовал бокалом. «Твое здоровье, женишок! Я тут, понимаешь ли, один праздную вашу помолвку. Не хочешь присоединиться?» «Прекрати!» — оборвал его лорд Стрикленд. «Иначе я забуду о нашей дружбе на века и разжалую тебя в рядовые». «Ой, ой!» — уморительно скривился Бодрик, напугал. «Никак невестушка уроди на каких свет не видывал?» После недолгой паузы Лестер вздохнул, сморщился и честно признался. «Нет, это не так». «Знаю, что не так. Вон, погляди, ее портрет прямо у меня перед глазами. Кокетка не кокетка, но на такую и половину казны спустить не жалко. Прекрати сейчас же», оскорбился жених той самой леди. «Еще хоть слово об этом и я вызову тебя на дуэль». «Ладно, ладно, не кипятись», пошел на попятную Бодрик. «Пожалуй, мне уже хватит», он скосил обвиняющий взгляд на графин. «И что они подмешали в эту адскую водичку? Пьется легко, опьянеешь почти мгновенно». «Откуда мне знать проворчал Лестер, иди лучше умойся». «Не-не, если встану, точно поплыву». «Как знаешь, ты мне лучше вот что скажи», переменил тему разговора Бодрик. «Зачем ты выставил подобное условие, если не видел свою невесту даже одним глазком? Ради чего так рисковал? Мг?» Вопреки ожиданиям лорд Стрикленд не ответил, а молча прошел к столу и плеснул себе в стакан адской водички из графина. И только сделав несколько глотков, наконец ответил. «Люди, я рисковал нашими жизнями ради простых людей, которые смогут жить, не зная горя». «Но ты мог выбрать любое другое оправдание». «Нет, не мог. Мне нужно было все войско девяти огней, а не только мои люди, понимаешь? На совете любые другие доводы не произвели бы должного впечатления». «Именно поэтому ты решил соврать о якобы тайном романе с дочерью Прокия». «Ха, до большей глупости я не слышал за всю свою долгую жизнь. А я, знаешь ли, любитель распустить уши, а не только руки». «Ты бредишь!» огрызнулся Лестер, делая повторный глоток. «Я личность скрытная, обо мне мало что известно обширной публике, поэтому это известие произвело должный эффект на всех лордов. Но что бы ты делал, если бы батюшка нашей звездочки отказался? А? Ты бы опозорился. Рисковал людьми. И ради чего? Ради односторонней любви? Ха! Я бы всё равно был вынужден отбиваться от полчищ некролисков. Вот только более удобной позиции, чем Марамутский перевал, просто не найти. Поэтому я и настаивал на превентивных мерах. А заодно спас артензию, понимаешь? Даже будь у меня шанс повернуть время вспять, я бы ровным счётом ничего не менял. Да, ты спас людей, однако свою будущую жизнь загубил, продолжил философствовать Бодрик. Запомни мои слова, эта красотулька ещё попортит тебе кровь. Будь уверен, не выйдет. Лорд Тиран Девяти огней блеснул острым взглядом, глядя на портрет будущей жены. Я ограничу наше с ней общение до двух раз в неделю. Окружу её слугами, магистками, накуплю платьев и пусть живёт себе в своём розовом мирке. Будущий план лорда Стрикленда упростить себе жизнь разлетелся вдребезги от одной только фразы «А как же наследники?» В комнате вновь воцарилась тишина. Жидкость в бокале Лестера неожиданно закончилась, и он поставил бокал на стол. А чтобы не утруждать себя лишними действиями, попросту отобрал адскую водичку у друга и выпил её залпом. «Что-нибудь решу», буркнул лорд, когда поставил очередной пустой бокал на поднос рядом с графином. Но есть другая проблема. Король взял с меня обещание, что я буду джентльменом. «Да, не свезло так не свезло». Казалось, Бодрик даже забавлялся из-за затруднительного положения друга на века. Более того, некая вдова леди Глория Фотхем едет вместе с принцесской, чтобы следить за нами. Бодрик подался вперёд и заинтригованно выдохнул. «А она красивая? Может, я возьму её на себя, а?» Но лорд Стриклен тотчас его осадил. «Вряд ли. Запомни мои слова. Наверняка это будет старая строгая фурия, которая на мужчин смотрит, как на стервятников. Так что ты, мой дорогой друг, попал не в бровь, а в глаз, когда спросил про наследников. Теперь мне уже кажется, что меня решили обвести вокруг пальца, и законных наследников я не увижу до самой смерти». «Которое может случиться совершенно неожиданно», довершил мысль друга Бодрик. «Это имеешь в виду? И звёздочка Артензии вернётся обратно к своей семье». Многозначительно оглянувшись по сторонам, лорд Стрикленд пожал плечами и не ответил, однако оруженосец и без того всё понял, поэтому замолчал и сел ровнее. «Что ж, тогда действительно не стоит расслабляться». Улыбка стёрлась его лица, а соловелый взгляд вмиг стал твёрже стали. «Понял, буду на чеку». Лорд Стрикленд встал со стула и похлопал друга по плечу, бросил злой взгляд на портрет невесты, прежде чем отправился к выходу. «И никаких сквозняков», не оборачиваясь, приказал он Бодрику, «Ты мне нужен здоровый и в седле». «Как скажешь». Глава третья «Маленький совет». Звонкие колокольчики позвякивали под слабым дуновением ветерка. Вода шумела, падая на камни искусственного водопада, сооружённого в королевской оранжерее. Королева Лисаэлла Бенедикта Синглер сидела на белоснежном резном стуле из орешника и органзы, пила чай и сильно хмурилась, слушая тихий рассказ Фрейлины Глории. «Поговаривают, что лорда Стрикленда неспроста называют тираном», доверительно произнесла леди Фотхем. Её низкий рост и поистине аристократическая утончённость с лёгкостью сочетались в соблазнительной фигуре с весьма значительными женскими формами, а черты лица молодой девушки лет 25 сразили бы наповал своей красотой ни одного по весу артензии. «Мне кажется, нам стоит придумать план по вызволению Элли из-под супружеского гнёта». «Не преувеличивай». Бенедикта величественно раскрыла веер и поспешила прикрыть поджатые от обиды губы. Решение мужа застало её врасплох, поэтому в прошлом дружная семейная чета ныне переживала не лучшие времена в отношениях. «Я бы хотела лично увидеть этого лорда-тирана, прежде чем принять окончательное решение. Вот только все бумаги уже подписаны и остались одни формальности, не согласилась Леди Фотхем. Поэтому ты едешь вместе с Элли в их снежное логово». В ответ на приказ Глория кивнула с поистине королевским достоинством «Почту за честь». На самом деле она была сильно взволнована, однако очень постаралась не показывать эмоций, дабы ещё больше не нервировать и без того расстроенную королеву. «И всё-таки он справился с целым полчищем некролисков?» продолжила королева. «Нашей армии с ним не тягаться, и даже если мы похитим Элли и вывезем её обратно в Ортензию, то лишь подпишем себе смертный приговор. Возможно, есть другой выход?» Дипломатично начала леди Фотхем, однако была вынуждена замолчать, так как услышала невдалеке подозрительное шуршание ткани и перестук каблуков. «Какой такой выход?» Из-за высоких кустов чайных роз к беседке вышла Элли Элизабель собственной персоной. Однако вспомнив о манерах, она послушно склонила голову и сделала реверанс со словами «Приветствую вас, матушка!» «Здравствуй, мое светлое дитя!» Элли улыбнулась, глядя на мать. Высокая, аккуратная прическа из блестящих каштановых волос невероятно ей шла, а накрашенные ярко-алые губы под цвет атласного платья привлекали взор всякого храбреца, осмелившегося поднять голову в присутствии монаршей особы. «Вижу, ты уже узнала новости из первых уст». Голос королевы дрогнул в конце, но она поспешила это скрыть, громко захлопнула веер и положила его на стол рядом с чайным блюдечком. «Да, матушка», тихонько ответила дочь, «Я правильно понимаю, что это дело уже решенное?» «К сожалению, так и есть», со вздохом призналась королева. «Однако Глори едет вместе с тобой ради поддержки. Думаю, она поможет сгладить часть тех невзгод, которые выпадут на твою долю из-за переезда». «Что вы, матушка, я не могу обрекать еще одну...» Тут Элия замолчала, переводя виноватый взгляд на фрейлину. «Прошу, продолжай», поторопила ее королева, «Что ты хотела сказать?» «Нет, ничего», поспешила отмахнуться принцесса. «Я лишь подумала, что поддержка мне действительно не помешает». «Однако, опомнившись, она тотчас добавила, «Но как жаль, что мне придется обременять вас своим обществом, леди Фотхем». Пустяки. Глория грациозно махнула рукой в белоснежной перчатке. «Я бы и сама извелась, думая о том, как вы обустроитесь, дорогая Элли. Как чудесно, что я смогу вас взять с собой». Впервые после нерадостных известий улыбка заиграла на устах принцессы. «Быть может, все не так плохо, и нас с вами ждет счастливое будущее». Однако, вопреки всяким надеждам Элли, вопрос повис в воздухе, не найдя отклика ни в одной из собеседниц. Королева указала «Сядь и выпей с нами чаю». Элли повторно поклонилась в знак согласия и сделала как велели. «Девочка моя», удивилась королева, «но где твои перчатки?» «Ах, я сочиняла формуляр письма приглашений на свое двадцатилетие и, к сожалению, испачкалась. Пришлось их снять и отправиться к себе в спальню, но тут прибыл ваш милашка Дуэ с новостями и рассказал, будто король отклонил разрешение на использование хрустальной комнаты. Вот я и вломилась к папе в кабинет, а там... Ох, понимаю, королева тронула дочь за плечо, но не переживай, твоя свадьба просто обязана быть самым пышным празднеством всех девяти огней, и лорд Стрикленд дал слово твоему батюшке, что будет с тобой джентльменом. Будь он джентльменом, не ставил бы подобные условия взамен спасения нашего народа, тем более не увидев меня лично. Матушка, мы же с ним абсолютно разные. Он суровый, строгий и, кажется, даже беспричинно злой. И я... Я... Принцесса ненадолго замолчала. Честно признаюсь, я его побаиваюсь. Он такой высокий и сильный, что ему ничего не стоит причинить мне боль. Очередная пауза повисла в разговоре. Секунда, другая, третья, неловкое молчание затягивалось. Мне кажется, нам следует отправиться собирать вещи. Чересчур бодро предложила леди Фотхем, опустив взгляд. Она похлопала ладонями по коричневой блестящей юбке темного пышного платья, будто вытряхивала оттуда крошки. А королева продолжала разглядывать дочь сочувствующим добрым взглядом. Девочка моя, я понимаю, что эгоистично с моей стороны найти свое счастье на чужбине, но я бы все-таки настаивала на том, чтобы ты хотя бы попыталась это сделать. Я прекрасно знаю тебя. Ты доброе, светлое дитя, способное растопить лед даже в самых черствых темных сердцах, Элли. Неспроста же тебя зовут звездой артензии. Твое сияние озаряет, а временами даже слепит, настолько ярко светится счастьем твоя искренняя улыбка. Главное, улыбайся почаще, но только об одном молю, не делай ничего предосудительного, чтобы не заставлять лорда Стрикленда лишний раз на тебя злиться, и, быть может, мы с твоим отцом еще вместе посмеемся на крестинах вашего первенца. На долю секунды во взгляде королевы отразилась жгучая боль, которую она испытывала от скорого расставания со своей любимой старшей дочерью. Элия не выдержала и, наконец, заплакала, как давно того хотела. Она бросилась в объятия к маме, встав на колени. «Я не хочу уезжать! Я не хочу замуж!» всхлипывала она. «Я ничего не хочу!» Королева принялась гладить дочь по голове и, когда принцесса затихла в ее объятиях, тихонько произнесла «Выгляни в окно Элли, что ты там видишь?» «Что?» «Благополучие простых людей, за которые нам с тобой придется заплатить». Но принцесса отчетливо понимала, что поступает эгоистично, однако сейчас все доводы рассудка затмевались чувствами страдающего сердца. «Понимаю, сейчас ты не способна заметить сияние лучика надежды в темной мрачной комнате Элли. Однако будь уверена, он там есть. Смотри, не пропусти его, а я всегда буду любить тебя, что бы ты ни сделала и какое бы решение ни приняла. Помни это, моя дорогая, помни и думай о нас хоть иногда». Принцесса, только-только успокоившись, в очередной раз захныкала, отчетливо понимая, что уже завтра она уедет и не увидит родителей и братьев-сорванцов очень долгое время. Эта мысль, как оказалось, печалила ее куда сильнее, чем перспектива близкого знакомства с суровым лордом. Кивнув фрейлине, королева продолжила успокаивать всхлипывающую дочь легким похлопыванием ладони по спине. А леди Фотхим, с дозволения Лисаэллы Бенедикты Синклер, наконец отправилась собирать вещи в долгое холодное путешествие к Косогорью.